так друзья мои добрый день вы на канале блогер мэй ну что пришел от нее такой телефон с озона global то есть это не вот по рф до озона это именно с китая с неплохой скидкой то реал me 11 про ребят но вообще касается любых заказов озон да и в том числе global потому что там многие покупают там неплохие скидки давайте вам реально покажу что я действительно покупал до телефон именно с озона они где-то еще сейчас покажу так ну короче смотрите вот вот телефон в золотом цвете кстати говоря 18371 рубль вот шоу мне ребят от 14 января сегодня у нас 31 января получается 16 дней плюс-минус он не шел до этом штат 17 дней вот если учитывать что я ночью делал заказ но долго это не долго сами смотрите да для кого как вот ребят кстати ставьте лайк чтобы стоял у вас у меня чтобы у вас стоял чтобы у меня стоял чтобы у нас у всех с вами стоял это важно напишите в комментариях стоит ли у вас до лайк вот смотрите первое с чем я столкнулся с тем что я пришел в пункт выдачи и говорю но показал там вот эту пир-код да как на wildberries то же самое говорю можем не скрыть посылку там у них стол с ножичком до канцелярским и он такой выдает мне работник что если вы вскроете посылку коробку да то есть он не пришел кто с алиэкспресс заказывал тот знает просто вот в таком пакете да светло-голубом ну как в китае до отправляют вот и в ду там таком этом ну неплохо упаковали в общем то еще получается то что он мне говорит что если вы вскроете то вы не сможете здесь и сейчас сделать возврат то есть получается то что я не могу в пункте выдачи вскрыть коробку для проверки что внутри я просто должен типа забрать и уйти это очень странно и он мне предложил ну я вернее как начал сам под камеру вскрывать включил видео до начал скрывать и он уже предложил говорит можете здесь скрыть можете дома вскрыть под камеру и через личный кабинет озон вернуть все это дело да вот как это делается ребят я не знаю но как по мне это очень странно ну какой странная какая-то тема мутная вот потому что я-то заказываю в озоне правильно через озон в российской федерации да вот я не знаю как это устроено у них я не буду там говорить что это плохо лично мне не нравится да такое вот вот потому что я в пункте выдачи хочу вскрыть при сотруднике если там не телефон на кирпич я просто верну здесь и сейчас под их камерами да человек потом смогу дома доказать и кому в этом случае ребят на алиэкспресс в сто раз лучше то есть я не просто опытный покупатель алиэкспресс у меня бриллиантовый уровень на трех аккаунтов у меня больше 20 тысяч заказов я торговал на алиэкспресс да по дропшиппингу и знаете как там там если ты берешь и приходишь даже домой на почте не распаковываешь но под видео распаковываешь дома и там не то что ты заказывал вообще ты можешь прям алиэкспресс тебе сто процентов вернет без всяких там отправь продавцу кирпич обратно этот и мы тогда вернем да и так далее то есть экспресс в этом плане сто раз лучше прям чем озон ребята уже сейчас могу сказать мне это прям не понравилось ладно давайте по товару да но конечно кому сейчас телефон в полцены придет они будут защищать и оправдывать там да говорит черное белое белое черное очевидно что это плохо когда ты не можешь прям в пункте выдачи а что такого в этом то озон как посредник так и пускай до конца и остается посредником да и решает проблемы потому что не клиент же виноват есть там кирпич в чем проблема вскрыть что-то они что ли скрывают или бояться вообще не понимаю так встречает нас вот что на китайском языке это китайская версия ребят с глобалкой то есть прошита на глобалку вот здесь у нас смотрите если вы китайский телефон заказывайте с глобалкой global rom то это сшитый китаец у него не будет nfc скорее всего но у него будет запись звонков как в китае как в глобалке на реалми допустим да вот плюс у него будут темы да как для глобалки вот и не будет иероглифов много вот можно китайские приложения удалить либо выключить и браузер можно назначить до нормальный что там внутри там чехол ребят следующая она встречает вот такая тема в таком пакете в китайском что тут у нас у нас вот телефон соответственно вот так вот он вываливается прям да вам и нормальные там у нас соответственно блок блок и кабель на штат 8 да по моему ват зарядка и вот такой переходник продавец мне дал ребят в подарок закупил я его за 18 чем-то это недорого это нормальная цена это очень хорошо даже вот у нас такие стоит там 25 минимум вот в таком цвете красивым давайте его включим посмотрим что включится он или нет машин сломанный ну включился ребят на самом деле телефон конечно хорошие за свои деньги очень-очень хороший у него ну вообще-то не обзор телефона это обзор того как мне пришел с озона телефон сейчас посмотрим работает не работает вот мощный тут какой-то копию прислали да муж сломанный там и так далее это больше отзыв об озон global именно не путайте ребят с озона местным где вы из рф продавцов заказывайте дать того как там как на вайлберрис работает да или как так а 19 процентов с коробки у нас так ну телефон шитый телефон прошитый на глобальную версию сразу русский язык как видите настроены так давайте пойдем настройки проблем никаких с экраном я на первый взгляд не вижу вроде все хорошо идем об устройстве модель ну все иероглифов здесь не соответственно это нечаянно да ну то есть это для китайского рынка ребят ему блокировка не грозит даже за счет того что у него здесь global rom ладно окей но все равно не грозит знаете почему потому что продавец по но по коду телефона разблокирует перед отправкой под сотовых операторов вот и все здесь окей версия android 13 жаль что не 14 из коробки до хотелось бы 256 гигабайт вот сейчас торчку ну так вот мне не лагает ну четкий телефон я знаю этот телефон у меня таки два уже было вот это очень хороший телефон здесь ребят шива почти нет вот здесь 120 герц стереозвук быстрая зарядка хорошая камера фронталка основная вот дизайн вот такой коп под кожу сканер в экране ну короче все что нужно тут есть ребят и телефон прямо очень пушка вот стереозвук очень хороший здесь на уровне там самсунгом с линейкой s с прошлыми флагманами по galaxy s 21 утра так ребят ну что это не обзор телефона что хочу сказать по озону советую не советую телефоны заказывать ребят на ваш страх риск я заказал вот мне все пришло как видите да спустя там 17 дней не факт что у вас так все хорошо будет главное ребят все под видео делайте даже если вам говорят это бесполезно там сотрудник до зона допустим пункта выдачи все равно ребят делайте так чтобы все под соответственно у вас были доказательства да вот тут кнопка и свернуть товар до кому интересно вот сейчас уже видно что я получил заказ вот все и обновил вернуть товары до 18 30 71 вот что если я нажму на эту кнопку верну товары что будет оформление возврата вот оформить возврат ребят но что дальше я не знаю там меня нет смысла его возвращать ему там нужны какие-то причины я слышал что при возврате ребят там стоимость доставки за твой счет за счет покупателя то есть происходит до проблем вроде с этим насколько я знаю нет особых но происходит за счет покупателя и она очень дорогая доставка так что если хотите отказаться просто лучше не забирать тогда с пункта выдачи либо же соответственно в таком случае ну вы не забираете либо товар либо приходите и говорите хочу отказаться от товара вот и он спрашивает там работе пункта выдачи от какого вы показываете вот он оформляет возврат и все и в таком случае когда товар вернется в китай как я понимаю вам вернуться деньги вот это то что я нашел в интернете да поэтому поводу меня тоже интересовал вопрос когда деньги вернуться если я приду откажусь либо вообще забирать не буду заказ большинство пишут что именно вот когда товар только вернется к продавцу не сразу типа ну не знаю почему опять почему я должен ждать как покупатель как потребитель почему вы должны ждать тоже непонятно да но вы пришли отказались вы даже руками не трогали эту посылку почему вы должны ждать возврата пуская зону же взаимодействует с продавцом сам соответственно почему вы как покупатель должны жать я понимаю когда вы принесли домой товар потом вернули пришли обратно уже распакованный да вы там руками трогали все потом только деньги вернут когда к продавцу придут тут еще могу согласиться но когда вы в руках не держали посылку почему вы должны потом ждать пока в китай вернется товар то или там на склад озон куда-то там да не понимаю вообще какие-то проблемы покупателя короче не очень мне это нравится вся тема если честно для обычного потребителя неудобно мне неудобно ребят было вот и короче вот кому интересно задавайте вопросы в комментариях могу снять еще видео до ставьте лайк чтобы стоял у вас у меня чтобы у вас стоял чтобы у меня стоял чтобы у нас у всех с вами стоял это важно чтобы стоял лайк должен стоять подписывайтесь на канал блогермен и ставьте лайк чтобы чтобы не пропускать выход новых видео вам оповещения будут приходить я желаю вам удачи до скорых встреч друзья мои пока пока